Девчоночки мои дорогие, всем огромный привет! Обзор, девочки, сделаем на несколько видео. Я уже там перепутала, с какого канала Коля, Сытник и Самвел. Ну, в общем, мы всегда с вами обозреваем одних и тех же героев. Адамян, Самвел, Днепр, короче, и Коля с родителями. Тема на повестке дня одна и другой быть не может, потому что и видео все на эту тему, ну и настроение соответствующее по поводу щенка Томаса, который заболел инфекционкой, энтерит, и находится в критическом состоянии в больнице. Состояние его значительно ухудшилось. Но, девочки, хочу с вами поговорить о поведении всех героев, кстати, да. Не только Светы, которая безумно страдает и не находит себе места, и мне очень хочется ее утешить как-то, чтобы она не терзала себя настолько сильно. Но я понимаю, что это в данный момент просто невозможно сделать. Я прекрасно понимаю ее переживания. И когда человек не может ни спать, ни есть, а сбоку вместо поддержки на нее еще орут и заставляют жрать этот борщ, кому нафиг нужен этот борщ в данной ситуации, я в недоумении, в легком. И вообще как-то так задумываясь, люди, господи, человеки, что с нами вообще всеми происходит? На кухне, на Игрене, в доме Сытников, Самвел здесь же с Колей вместе. Андрей еще как-то мелькает там в кадре, но Светы не видно. Света у себя в комнате, она не хочет показываться, она не может сниматься. Все понятно, ребят. Коля занимается приготовлением еды, рассказал, что были у Томаса в больнице, что все очень плохо. Состояние критическое, глаза стеклянные в одну точку. В общем, плохо, девчонки. И тут Самвел. Мне очень было неприятно. Я сейчас стараюсь выражаться не грубо, без оскорблений и поменьше эмоций. Я очень стараюсь это сделать. И здесь Самвел. Что он морозил, что он нес, я даже не могу назвать это речью, потому что это не человеческие слова. Это словесный понос просто, который нужно как-то полечить человеку, чтобы прекратился понос, нужно голову полечить этому Севе. Я просто в негодовании. Когда в семье, ну, беда такая, может быть, как-то нужно поддержать, девчонки, как вы считаете? Напишите свои мнения, свои впечатления от увиденного. Может, нужно все-таки найти какие-то добрые слова, сесть рядом, как-то поговорить, попытаться человека немножечко успокоить. Вместо этого я вижу картинку. Самвел обращается к Коле. Иди, накричи на нее. Надо, чтобы она поела. Буванаши тоже там, что она, сдохну или что? Он больной человек или вот что можно сказать? Это нормальный человек? Помнятся мне кадры, когда Томасу коту было плохо и когда лейкемию там ему, как диагноз, вынесли. Вы помните все зрители? Поведение Самвела, его самочувствие, как он вел себя. У него истерики были страшные. У него были страшные страдания. Или это было все наиграно, Самвел? Это было все неискренне? Потому как сейчас можно за тобой вот это вот прокомментировать, твое поведение? Не можешь ты быть настолько двуличным. Если ты любишь животных, Сева, то, скорее всего, ты любишь всех животных, так, как ты утверждал. И козу, и змею попадет в беду, я всегда спасу и кота, и собаку. Пусть ты больше всех любишь котов. Я даже где-то тебя согласна понять. Но чтобы произносить такие слова, и что делает Коля? Коля идет и орет на мать. Он просто стоит в дверном проеме, и на повышенных тонах он разговаривает со Светой. Я не знаю, что она в это время чувствовала. Я не представляю, чтобы в такие минуты на меня еще кто-то кричал, а сын, родное. Я не понимаю, девочки, что происходит со всеми нами. В конце рассказали, что, слава Богу, Света хоть поела. Что делает Самвел дальше, девчонки? Он говорит нам, ну, чего страдать, ну, вот что теперь? Вот я ей сказал, то бишь Свете сказал Самвел. Вот все, Света, вин уже вмер. Все, вин вмер. Вот як выживай, то порадуешься. А так будешь готова ко всему. Все, вин вмер. Ребят, я в который раз повторяю вот эту фразу. Как хорошо, что меня не было рядом. Рядом с Самвелом, не рядом со Светой. Я не знаю, на что я могла бы пойти, когда я услышала бы такие слова. Я бы разорвала ему этот рот до ушей. Я бы выгнала его с треском из дома. Он бы больше никогда не появился в моем доме. Никогда. И плевать я хотела на все отношения с сыном, не с сыном. На все долги, на деньги. Да плевать я хотела на все это. Как можно быть таким бездушным, черствым? Вот сейчас Сева. Вот именно здесь, в этих видео, я узнаю в тебе, Татьяну Васильевну. Это одно лицо. Это одно поведение, одни и те же слова. Ты копия твоей мамы. Той мамы, которая оставила собаку, преданную в Крыму. Собаку, которая бежала за поездом, хотела вас догнать. А вы, маленькие пацанята, ревели тогда. А она хладнокровно просто ее оставила. Я даже не понимала, почему нельзя было забрать с собой собаку, которая столько лет прожила в вашей семье. Вы просто тупо ее бросили. Это предательство. И ты сейчас точно такой же. Ты точно такой же, Санвел. И я где-то сейчас уже на данном этапе времени подозреваю, что ты все-таки заглядываешь на мой канал. Потому что было несколько таких моментов, когда ты реагировал на мои слова. Где-то на каком-то ментальном уровне я почувствовала, что ты, может, не всегда, но ты смотришь мой канал. Нас скоро пять тысяч, девочки. Я понимаю, что для Санвела это совсем немножко, совсем чуть-чуть. И тем не менее, это не триста человек и не полторы тысячи. Нас чуть побольше. Так вот, Санвел, если ты меня слышишь, возможно, тебе передадут. Знаешь, в такие минуты кажется, что ты зачастую все-таки играешь, и ты не настоящий. Ты действительно артист, актер. Тот человек, который просто одевает маску на лицо. На самом деле, ты совсем другой, Санвел. Добрый, отзывчивый тот Санвел, это была игра. Мне так кажется сейчас. Я не могу что-то утверждать наверняка, но вот сейчас, именно сейчас, мне так кажется. Потому что так вести себя, я в шоке была. Девчонки, я правда, я была в шоке. говорить человеку, когда щенок еще живой и борется за жизнь, что он уже умер, типа похороните его и забудьте. А вот если вдруг поправится, тогда будете радоваться. Ты нормальный? Нет? Впечатление такое, что ненормальный. И снимите портреты, и не вешать. Да при чем здесь те портреты? Ты абсолютно не о том сего думаешь и не там ищешь проблему. Томас поправится. Я очень в это верю. И сытником, как бы в разные моменты жизни я не относилась, там делала обзоры, была критика, были возмущения и все. Но когда вот такие серьезные моменты, когда у людей правда беда, мне очень хочется их поддержать. И я понимаю, я песчинка в космосе. Но мы все вместе, девочки, мы все зрители, мы можем это сделать. Я от всей души хочу поддержать эту свету. Кстати, и Андрея Сытника тоже. И сказать им, ребят, вы держитесь. И главное верьте. Вера придает сил не только нам, но и вот той животиночке, за которую вы боретесь вместе с ней за жизнь. Собака чувствует, собака понимает. Я очень надеюсь, что Томасик выкарабкается. нас много. Я повторю, зрители, и каждый, если из нас пошлет Сытником, Коле, этому щенку, сделает такой посыл своей доброты, своей поддержки, кусочек своего душевного тепла, у нас все получится, все вместе. Нас много. И я верю, что все получится, что ребятенок выздоровеет. Вы скажете, сказочница, смахиваешь тоже на чудаковатую какую-то тетю, что ты мелешь, Анжел? Да, может быть. Но я так живу. Я фантазирую, я мечтаю, мне нравится это, и я верю в чудеса. Представляете? И призываю вас тоже поверить и помочь людям. Напишите, ведь это несложно. Каждый из вас хороший коммент, слова поддержки. Конкретно Светлане. Там душа в клочья, я точно знаю. И точно знаю, что эту ночь она спать не будет. Она будет читать эти комменты. Там сна не будет, девочки. Поддержите, я вас очень прошу. До утра, ребят. Это видео, этот свой обзор я записываю вечером, но увидите вы его только утром. И надеюсь, что утром будут хорошие новости. Свято в это верю. До скорых встреч, девчонки. Спасибо вам всем огромное за то, что вы вместе со мной. Пока. Пока.